Коля, в какую игру мы играем? Мы играем в... Train Sim World. Мы играем в Train Sim World 2... Кхм-кхм, 3. Эхэм. Надо было так как-нибудь ответить. Да, друзья, ну, собственно, поздравляю всех с выходом Train Sim World 3, и так как я снова не могу протестить его лично, на этот раз я снова обратился к Валере, и в этот раз я уже принимал непосредственное участие в его стриме, ну и, собственно, на моем канале такое кратенькое содержание обзора, так же, как и с обзором паровозов, извиняюсь за низкое качество, потому что монтируется это все на слабеньком ноуте, а в нормальном качестве, в Full HD, вы можете посмотреть полную версию запись стрима на канале Валеры, ссылочка будет в описании, и вот тут вот в углу сейчас вылезет подсказочка. Первое, что мы видим, это у нас совершенно новая менюшка, с новой такой музычкой на фоне, который, кстати, очень сейчас тихо слышно, сейчас делаю ее прям максимально громко. Как раз у них интерфейс, они меняют как раз с каждым новым DSV. В принципе, наверное, это было выделено 800 рублей от 900, чтобы интерфейс поменялся. Короче, там на сзади плане, тихо-тихо играет такая музычка, прям мега спокойная, чтобы чисто, там, не знаю, полежать, отдохнуть. Я на это же сделаю. Ой-ой-ой. Я-то сам не слышу, потому что я, ну, тебя слушаю через Discord, а не через стрим, но мне кажется, как раз в них, я вот хотел, чтобы там музычка была такая, знаешь, типа расслабляющая. Ну, как я помню, пепик из неуправляемого, который там играл в предыдущих DSV. Я вспомнил, в ТЭСе была раньше музычка в меню, там ТЭС 2015, там тоже была музыка. Ой, я это помню. Вот. Я это помню. Так, у нас тут теперь есть к поездам, ДПО мы можем... В режиме расписания вот сейчас выбрали, мы можем какой-нибудь поезд тыкнуть, вот. Интерсити 3, показывает, на каких маршрутах он доступен и рейсы с ним. Вот. То есть такая новая менюшка. Либо мы выбираем, ну, через карту, как раньше это делалось. Вот. Ну и добавилось самое главное, то, что они прям так показывали, это учебный центр. Что такое учебный центр? Это такая небольшая карта, на котором будет проходить основное обучение из разряда, как запустить поезд и как проехать первые 5 метров и остановиться. Вот, например, основы. Это как ходить. В сериалке переводить. Здесь у нас есть вот обучение с определенным поездом, допустим. Блин, я карточку уронил. Класс 66, то есть мы видим. Что с ним можно поделать? Смотри, я думаю, может, давай, может, с учебного центра и начнем тогда, как раз. А как мы начнем, какую-нибудь обучалку пройдем? Типа, не знаю. Я тебя, вот, то, что я тебя спрашивал, там есть свободный режим именно вот на этом тренировочном. Да, есть режим пешком. Это как, считай, это временно обучение там проходит, и одновременно это как обычная карта, на которой можно заспавниться пешком. Я предлагаю просто пешком заспавниться и чисто обойти, посмотреть учебный центр, потому что, как я видел на скриншотах в инстаграме, там внутри еще какой-то, именно внутри учебный, само помещение учебного центра тоже вроде бы сделали как-то рабочим, интерактивным. Поэтому я максимально отбухал свою норму вчера. Да, вообще. На мне, кстати, я уже вижу, что графику снова подкрутили. Да, графония не меняли. Welcome? Мне что-то графика прям нравится, красиво. Подожди, покажи еще раз эту стоянку с луком. А, даже двери рабочие у этого учебного центра. Да, двери. Класс. И лестница еще на второй этаж. Мне интересно просто, что здесь в этом учебном центре. Ха-ха-ха. А не должны были идти. А, это не бар. Подожди, там ноут с TSV? Ноут с TSV и розовыми наушниками. Ой, ооо, блин, вот за это, за это просто, за это отдельно 10 баллов. Вот это я, вот это мне нравится, как они, не, слушай, учебный центр они реально классно сделали, красиво. Колян задержка смотрит, потому что он смотрит стрим, а... Да, изображение, изображение-то я вижу все равно с ютуба, со стрима. Блин, туалет опять закрыт. Всякий голос без задержки слышал. Туалеты опять не работают, да? Да. Я думал, ты не хотела в этом никому рассказывать. Я думал, ты это сам предпочитал держать в секрете. Вау. Комп с двумя... Вот это, по-моему, рабочее место, Валеры. Тут комп с двумя мониторами, но еще и... А, не, слушай, он за барной стойкой, это мое рабочее место. Это рецептион. Рецептион. Мой английский очень перфект. Ступит компьютер. А, вот. Знаешь, рецептион тоже может прекрасно выступать в качестве барной стойки, в зависимости от ситуации в том месте, где он находится. Красивая, в общем. Зря ты, зря ты, Валер сказал про подарок. У тебя в чате уже спрашивают уточняющие вопросы. Похоже на вне ижи-тай, но, в принципе, да, это и... Вообще, вот это... Похоже, вне ижи-тай нету такого классного вот этого здания. А внутри интерактива никакого нету. То есть, просто офигенный интерьер, офигенное здание. Да. И только дверь. Открылась? Ну, дверь, да. Закрылась. А, я думал, ну, может, они там тоже сделают какие-нибудь, типа, экранчики, там, с обучениями. Какой-нибудь, типа, этот... Компьютер с тестовыми заданиями, чуть-чуть такой, типа. Могли. Прикольно. А, что я еще вчера в дискорде, кстати, ребята, в описании дискорд-сервер, туда переходим. Некоторые уже в курсе то, что ТСВ-3 пробовал запускать, вот. Поэтому иногда фул там бывает. В общем, что я там сказал? Вот эта штука... Еще иногда, еще иногда в дискорде заходит пьяный колян, это тоже смешно и весело. Подожди, а почему провода от войны? Подожди, смотри, чем прикол. Они мне напоминают... Вообще-то мне запрещено упоминать слово троллейбус. Как москвичу. Поэтому это... Аккуратнее, мне сейчас забанится, блядь. Забыл. Забыл, извини, это уже на 40-й странице договора было, я уже тогда задолбался читать. Ну, блин, надо было читать все, что подписываешь. Так, я читал, просто задолбался, поэтому прочитал, но не запомнил. В общем, мне эта штука напоминает для того, чтобы повесить белье. Вот такие делают иногда в поселках, типа Т-образную. И с другой стороны Т-образа тоже так веревочки натягивают. А почему все-таки два провода, я не могу понять? Постоянно переменный ток и третий рельс? Подожди, а третий рельс, где я что-то его не вижу? А, вижу, все. Тут они везде с третьим рельсом. А подожди, а почему третий рельс, это самое, должен же быть с третьих рельсов тоже должно быть два, этот с верхним токосъемом и с нижним. Ну, видимо, тут пока что британцы, потому что и с верхним токосъемом. То есть, когда уже портируют 6 сентября старые DLC, добавят еще контактные рельсы американские сверху. Не знаю. Их здесь, короче, ставят кучу поездок, может просто тупо зайти и покататься. Вот здесь раскатываться, да? Да, вот, например, вот возьмешься от 6-й. Светофоров на всем учебном центре нет. Нет, ни одного светофора, все стрелки ручные, даже которые максимально по логой марке. Классно. Ну, слушай, мне кажется, это как раз маршрут идеальный для меня, потому что здесь очень много развлекалого можно придумать. То есть здесь именно как раз за счет вот этой полной свободы, то есть любой локомотив, бери, катайся как угодно, вот я когда смогу поиграть, мне кажется, я первые 10 часов проведу как раз на этом учебном центре. Я просто, я из него максимум развлечений выжму. Запускаешь 50, постой. У него, кстати, новые звуки, поэтому я его и запускаю. Они от Ampsung Powerhouse. Просто звуки шикарные, вся 6-го. А ты, кстати, не проверяла, вот на американских локах для кахона не делали новых звуков, только на 66-м? Ну, это 44С, или как его там называются, у него свои звуки новые. У SD40 такие же. Чем-то эта карта напоминает тест-тракт из RealWorks 2-го, 3-го. Так это он и есть. Тест-тракт тот самый. А, кстати, ну да, это, ну слушай, он какой, он прямо ремонт, ну, он ремонт, ну, он ремонт. Ну да, это типизация, тест-тракт 2.0, но когда я его увидел на скринах, я такой, ё-моё, это он же и есть, по факту. Малое кольцо, вот большое кольцо, вот это там, не знаю, шишка, которая называла. А эта линия, которая за пределы тест-трака уходит, она глухим пересечением пересекается? Да, да, глухим пересечением. И там скорости тут. Подожди, а по кольцу же, по идее, должна быть скорость, ну, высокая должна быть. Да, тут 300 км в час, и тут глухое пересечение. Всё верно мыслишь, Колян. А, найс. Я там вижу, там ещё голубым выделены некоторые пути, то есть там платформы тренировочные есть. Ща-ща-ща-ща-ща-ща, вот тут, да. Вот давай начнем с шестой мы прокатимся, вот, поглянем. А, да, у меня, ну, как бы ты хозяин, ты решаешь, а у меня просто была мысль, а что если сейчас АС-1 запустить и как раз на кольце его до 300 раскочегарить? Ну, просто 66 мы до 300 вряд ли раскочегарим. А АС-1 тоже у меня уж не высокая максималка. Смотрите, теперь, когда, например, что-нибудь по машине сделать неверно, выходит подсказка, вы смотрите, вот, переключите пневматические тормоза в режим кат-ин, включены. Вот мы же не включили кат-ин, вот видите, у нас тормоза не отпускает. Вот такая вот подсказочка выходит. Только на тест-траке или это теперь... Как я понял, везде это. Ну, надо будет попробовать, вот, потом, когда уже по маршрутам поедем, смотреть, кататься, надо будет попробовать, покосячить. А, тут пишут в чате интересы, какая будет площадка ТСВ-4, ничего, через два года узнаем. А может, вот второе кольцо, знаете, продлят линию, вот тут второе кольцо сделает, там, не знаю, большого радиуса, такая прям, вахлая. Да, большого диаметра. И на нем максималка будет уже не 300, 500. Нет, даже никакой там утидживерный порт скорость, 575, по-моему. Так, Олян, по поводу тест-трака, что мы сейчас сделаем? В принципе, мы посмотрели. Ну, я думаю, да, сейчас надолго, как бы, нет смысла. Можно там кружочек, если хочешь катануть на 66-ом, но, в принципе, как бы... Мне, кстати, интересно, ну, я бы потом просто по всей карте пешочком походил, но это уже не на этот стрим, это уже потом отдельно, если... И это, скорее всего, уже я буду делать потом. Вот, кстати, на одном из этих туннелей, вот тоже вчера в Дискорде подметили, как раз и была вот эта демонстрация, типа, а скоро выйдет ТСВ. Да, вот тот самый туннель. И там, просто помню, был третий рельс и контактная сеть, как раз. Да, как раз это все обсуждали, типа, вроде бы, мачтут больше похож на Германию, чем на Англию, но при этом третий рельс и контактная сеть, как раз. Ну, как бы, в Германии либо контактная сеть, либо третий рельс. Во, Колян! Сейчас в этот момент один. Я не знаю, если, кстати, вот на наших с тобой обоих каналах есть хотя бы один человек, который полностью весь вот этот стрим до этого вскипит смотрел. А быстрая игра, это что? Это, наверное, артиста спамнится сразу. А, да, и быстрое... Да, давай посмотрим, что это. Подожди, то есть, есть путешествие по железной... Ммм... Путешествие по железной дороге, я так понимаю, вот этот режим путешествий, а там выбор... Что? Это типа 30... Это тупо рандомная поездка сейчас заспавнится какая-нибудь? Интересно, это что такое? Быстрая поездка, это когда сам себе составляешь поезд, и примерно, в общем-то, так же в режиме расписания. А тут, наверное, просто чисто из расписания. Выбираешь тебе откуда докуда. А здесь, видимо, он тебе рандомный рейс какой-то просто выкинет в расписание, или что? А, кстати, это редактор, это Леврейн и сценариев остались в 3-м ТСВ? Точно остались, просто их идти наискать, я не знаю, где они. Мне просто это не интересно. Не интересно. Честно. Ну, понятно. А вдруг, знаешь, а вдруг... Ну да, это задание. Сделали нормально редактор этих... А вдруг сделали нормально редактор... О, нет, это кахон, спойлеры, выходим. Подожди, кстати, а что, кстати, гоняет на немецком маршруте, кроме Айс-1? Гоняет 185-й, 401-й и 403-й. Причем у 185-го рейс же, что у нас обычно зациклен на один день, а тут, как бы, в этом маршруте полтора дня сделано. Вот. Ну, смотри, вот у нас один день. Вот, видишь, он начинает 22-30, а у него расписание продолжается на следующий день. Весь день проходит? Как-то так они сказали, то, что тут, как бы, расписание не на один день, а на два типа растянуто. Я не понял сам суть. Я, в принципе, не понял. То есть, тут именно в расписании больше одного дня получается? То есть, в расписании вот эти рейсы там не сутки расписаны, а по полтора суток. Ну, что-то типа того они сказали на стриме. Может быть, я что-то путаю. Ну, ладно. Смотрите, грузовые поезда здесь ходят только ночью. Ну, интересно, кстати. То есть, это, знаешь, это может означать, что в будущем могут более разные расписания делать. То есть, как раз, что могут и на других маршрутах начать так делать, что у тебя расписание не одни сутки, а у тебя там несколько дней может быть включено, ну, даже, допустим, два. И в эти два дня отличается. А на других маршрутах такого нету. Вот именно сейчас. Колян. Тут рейс у грузового поезда на три часа. Немецкий. На три часа? Да. Гамбург, в принципе, два часа он едет. Это только первая часть. Ну, блин, тут маршрут 186 километров. Хотели, хотели длинные маршруты, хотели долгие поездки. Два часа на грузовом. Получите и распишитесь. Ну, а не ночью зато, блин. Да, один рейс чисто на стрим, как вот в ТСе вот это было, и мне этого не хватало как раз в ТСВ. Ну, слушай, мне кажется, это круто. Причем с динамической погодой за два часа по-любому что-то да поменяется. Ну, да. Но это ночью. Самое позднее это в 5 утра ехать. Ну, блин, оно логично. Тут высокоскоростная линия. Тут грузовым не место. По-хорошему. Подожди, а на маршруте, то есть здесь как? Здесь на маршруте реализована только скоростная? Да, только скоростная. Я понял то, что тут как бы трафик этот из бан может заспавниться, но из бана пока что я не видел. Он, наверное, появится 6 числа с другими дополнениями. Двухэтажки тут есть. Они точно спавнились. Ну, знаешь, они просто один перегон с тобой проедут и уедут за карту сразу. Ну, там это высокоскоростная выделенная линия? Да, 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 чисто. И это не вообще для всех поеду. Чисто высокоскоростная. Да. А тогда как бы на ней и нечему ездить, кроме айсов. Так, динамическую погоду. Сегодня у нас 3 сентября. Сейчас перевернем календарь. Ты идеальный день выбрал для обзора. Блин, я же забыл зарепостить стрим на свой канал. О, смотри, Колян, ты меня спрашивал? Есть настраиваемая погода, а есть динамическая погода. Вот, так что все нормально в этом плане. То есть, смотри, динамическая погода мы умираем. Если я хочу, если я хочу чисто под солнышком покататься, я могу динамику погоды вырубить. Давайте начнем. 3 сентября. Че у нас? Туман, слабо. Давайте просто. Вот, начнем безоблачно 3 сентября, а там посмотрим, что станет с погодой. Вот. Так, начинаем. Самая главная новиночка, так скажем. Сейчас он все пролагает. Че-то кабина мне именно с... Ёп... Цук, баранфлюсун. Цук, баранфлюсун. Вот двухэтажки, вот айсики другие стоят. Открываем дверки. С этого, с... Кёлина. Так, теперь... Ой, с какого нафиг Кёлина? С этого, господи, как он там называется? С Гамбурга... А, подожди, а здесь же тоже Гамбург, да? Нет, маршрут от Вюрсбург до Кассель какого-то. Я была речь про вокзал Гамбург кальтона. Да это не в этом маршруте, а потому то что рейс сам под поезд в реальности. А, это рейс такой. Все, понял, понял. Самое главное! Что сделали, Вайс? Это, вот это. Вот это, это что? А, машинное... Оооооооо! А, уааааа! и переходы я так понимаю в вагон да да вот это мне нравится ну давай как раз салон наверно сейчас будешь показывать так быстренько пробежим не быстренько надо чтобы успеть посмотреть то блин пояс сейчас теперь сами не за кубешки здесь да то есть посмотрите одинаково вагоны сидячка и купешка одинаковые вот идут я думаю они все одинаковые тут вот это у класса обслуживание о айс двойной кстати но именно не в 3 1 он не может две главы ехать задевает мне было интересно каковы шансы что они могли сделать вместе и 1 2 потому что они же по сути отличаются только тем что у 2 1 голова моторная 2 о вагон-ресторан да 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 сейчас еще о какие сидушки то я бы тут бы покушал блин он закрыт коляна без еды остались и классные по поводу по поводу вагонов ресторанов тс в своем репертуаре 1 класс ну слушай носа салон салона и салон первого мне прям нравится ребят могу сейчас кое-что про спойлер и чуть-чуть а нет потом это надо на ходу как-нибудь проверить будет эти вот маршрутные указатели внутри вагона не также с компьютера бортового не короче ладно скажу что видел на стримах у разработчика вы действительно хотите отказаться в проблении ты не хочу отказываться сейчас поедем что сделали когда пояс едет вот этот экранчик показывает какой скоростью ты едешь от обычно вот эта прикольная фишечка есть у ними у высокоскоростных поездов и они короче периодически показывать и по ты едешь со скоростью там 250 километров в час мелочи приятно кататься да вот заходишь через вагон просто как бы потому что хочется или нету двери в кабину есть я просто забыл об этой двери они а просто я как бы именно но устройство первого из они настолько вот на вере что в самой кабине в самой кабине двери я не видел но сейчас задержки а ну вот она да все включаем тягу он у нас зажужжал а что здесь на самом деле в первом айсе на самом деле как бы нельзя было вот она поехала вход в кабину тоже через машину да здесь без вариант здесь она должен быть как бы здесь нельзя его не делать значит и в кабину и вот смотрите плане расписания следующая остановка через 90 километров вот маршрут сам а подожди здесь то есть 90 километров это до следующий нам еще столько же ехать то есть 80 80 80 где-то километров менее я я плановые 90 километров с 90 миль перепутал еще дверцы тут прикольно надо 180 а тут окну такое да блин это люк целый грамот на пол метра так вся рама оконная а за 2 заработала были на может сейчас немножечко поленюсь смотрите включаем айфб на максим включаем рукоятку на максим тяги все и он будет сам у нас тормозить поезд даже когда будет впереди крас все не остается только тыкать зифу теперь точно совсем не сорвешь хотя на стрима говорят забить что полагает но посмотрим вот мне нравится очень такие поля я помню когда был германии мы на фуникулере там поднимались я там смотрю хоба него стоит черненькая освещение в метро мы заехали добавили чего от слепоту когда из туннеля выезжаешь вот вот это слепит со светом здесь тоже поработали наконец-таки я так понимаю все равно там не на полную меру вот это классный когда я только сейчас на стриме кто-то увидел выезд из туннеля это очень клево ты в германии побывал дай был германии восемнадцатом году и в кабинке катался там тоже чуть было дело но все в принципе весь этот маршрут мы проведем в туннеле вот всем спасибо за внимание выходе идет к следующему маршруту вот здесь единственное обидно что они специально взяли такой маршрут который на 70 процентов из страны на составе ну хотя бы хотя бы вокзал и мы можем видеть так чё по фпс вы видите меня иногда проскакивает 20 иногда 60 она так типа наркоманец вах красивое место а его кстати на карте нету наши отцепить как объекты надо будет знаешь надо будет потом экспериментировать может пешочка куда-то как нибудь есть какая-нибудь лазеечка но это тоже уже как бы не сейчас на стриме кроме скорее всего яйца только с ремблоками массы снимать 50 километров в час протяженных маршрутах правильно же да 180? да, где-то 180 вот какая-то станция просто я смотрю вот на этот эффект выезда из тоннеля и прямо вот все таки все таки все таки вот между DSV2 и DSV3 вот реально чувствуется визуально разница и графику вот я прямо вижу что она другая и вот именно вот это ощущение мы еще динамическую погоду только вот нам еще как-то надо проверить да блин на нас еще дождик не заспавнился у нас слишком все хорошо сейчас вот я говорю вот динамическую погоду как бы так и не проверить знаешь чтобы динамическую погоду проверить надо как раз брать вот этот рейс на три часа на грузовом у него разрабового за 30 минут что-то поменялось но разработчики сами говорят типа вот сейчас будем играть с динамической погодой типа, она происходит рандомно. Мы не знаем, что будет дальше. Да, что она рандомно происходит. Её можно словить, можно не словить. Может, просто облачно станет. Вот надо смотреть на облака. Пока что их вообще нет. Кстати, вот вспомнил. Вроде писали же, что они небо тоже переделали. Мне писали в чате то, что небо сжирает рим. Короче, количество кадров делят пополам. Вот. Новое небо. Ой, кстати, у нас красный скоро. Сейчас проверим, как он под красный становится. Во. Ну нормально, артопилот работает. Очень сейчас надеюсь, что нормально сработает. Может, ты реально красный. Ты знаешь, ты, короче, мог просто вот автопилот поставить и просто идти, уйти в салон, в салоне ехать, как раз смотреть, с какой скоростью едем. Поэтому... Сейчас, сейчас, смотри, смотри. Ну, вроде тормозит. Последний рейс R200, по-моему, он где-то в 13... Нет, ну где-то в 2012-м, по-моему, в начале 2010-х. Точно, по-моему, в 11 или 12, по-моему, год. А может, в 14. Либо 12, либо 14, по-моему. Или нет, в 14-м, нет, в 14-м уже сапсаны гоняли. Там же год Олимпиады был. Значит, да, значит, вроде 11-й или 12-й год. Ля-ля-ля, Колян, смотри-смотри, сейчас красивую. А что, в 2009-й, кстати, я так не... Я пытаюсь вспомнить, но... Да, слушай, остановился, хорошо. Я ничего не сделал, это идеальный поезд. Сит, а на АС-3 разве нету этой системы? Есть. У меня она больше. А, или нет? Есть. А, кстати, Колян, Колян. Не было маршрута, не было маршрута, на котором она установлена, да? А, а я сейчас... Сейчас у нас нифига, а сей у него так капот такой с этими, вот как бы знаешь, как на машине... О, дождик пошел! О, вот и динамическая погода приехала. Так что-то дождик какой-то черногорский, тучь, небо ясное, а дождь идет. Не, на точке появились чуть-чуть. Ну, вот просто, вот посмотри прям наверх. О, вишук! Следующая остановка через 86 километров. Ну и, в принципе, мы поняли, оно тормозит само, я пошел, Колян, веди стрим. Да, окей. А, во, зифы сейчас вырубим? Ну, реально, иди, смотри, ты как раз сейчас можешь просто выйти, пойти в салон и посмотреть, работает ли у нас свойственный экранчик. Поставил на автопилот, короче, фига, он наклоненный. В смысле, нехтанштейген? Ты что меня тут это обмануешь? А, во! Все-таки, да? Приходит такой машинец, у меня скоростей мир сломался, я сейчас. Следующая у нас высокоскоростная линия Саусен, тут у нас в дополнение 4 поезда, сразу вот включено 4. Это 395, 465, 465 и 66, и как это, забыл. Кадеты, то есть тот, который был в качестве DLC во втором ТСВ, сейчас они его включили в DLC самого маршрута? Да. Тут говорят в чате, что Валера будет включить этот ролл. Так хорошо, что я не успел его купить во втором ТСВ. Иди. Да ты еще не скоро что купишь? Ой. Просто, я... Валера меня уже начал посылать, я как бы, я даже не думал, я как бы и не думал о том, что Валера-то купил как раз, покупал. А. Ой. Я не пытался, я и не пытался даже протроллить, я про это вообще не думал. Колян, так же в режиме расписания, сейчас прокатимся. Так, как эта новая станция называлась? Маргит, звучит как боссы. Подожди. Эшворд. Эшворд. Эшворд, эшворд. Так, в какую погоду? Динамическая погода, 19 февраля. Ой, 19 января. Поставить 31 января, пожалуй. Ой, в феврале. В смысле снега не... Мы поедем, даешь, в арно. Вот, давай, короче, слабый снег, а там посмотрим, что будет. В небе я сам не знаю, что сказать. Ох, ё-моё, чё с погодой-то, а? Чё с погодой. Холодно. Так, тут какие-то поезда были сверху, надо так отлететь и глянуть. Чё за поезда? О, 66-е тут стоят. Какие-то вагончики новые. Блин, а чё я у вас так много, ё-моё, чё это такое? Странно это выглядит, если честно. Не понимаю, что у них тут своя тусовка. А не картошку. Почему там тепловоз, 10 вагонов и ещё один тепловоз? Это даже 5 вагонов, причём духовственные вагончики. Не, ну, почему в вагонах картошка? Я тоже об этом подумал. Почему? Вы против картошки в вагонах, а? Тебе не стыдно? И второму. Мне кажется, картошку надо перевозить не в полу-вагонах, а в рефрижераторах. Твоёмник это от контактного рельса, а пантограф это только так носите. Тогда почему захожу в кабину, там тундер. Передний только приёмник. И задний только приёмник. Не знал, что и ПДВК. Про непонятного, потому что от контактного рельса у тебя их два. На передней тележке и на задней. Блин, делай, чё, как теперь жить? Да, блин, я не знал, что на и ПДВК есть. Блин, слушай, офигенно лампово выглядит. Я сейчас вот про игру говорю, я смотрю просто, вот реально вот. Вот так должен выглядеть, вот так должен выглядеть стрим предновогодний. И вот просто это настолько, вот небо, свет и снег, это просто, это вот так офигенно выглядело. Я просто, наверное, да. Слушай, ну как лампово этот маршрут зимой выглядит. Я не знаю, по-моему реально здесь вот подкрутили графику и освещение, и сейчас это просто охренительно выглядит. Вот именно зимний вид. Осталось только гирлянду в кабине повесить и ёлочку маленькую поставить. А, я говорю, вот это просто, это офигенно, вот, вот эта зимняя атмосфера прямо идеально сейчас вот выглядит. Эх, капец толпа, они прямо, ааа, простительно, ааа. Жесть, людей реально больше осталось. Ох, как красиво, исковку метнул. Да, сейчас вот так. Оооо! Было. А иногда, знаешь, типа искра с этими ещё микроискрами, которые, как это? Да-да-да, что бывает не просто вспышка, а именно искры летят. А, третий, два раза есть, и здесь есть. Воооо! Вооо! Вооо, два раза! Колян, смотри! Ооо, вау, вот это вообще красиво! Какой-то классный. Нет, вот реально здесь что-то вот Валера так классно выставил настройки времени и погоды. Прям, вот я говорю, вот он слишком красный. Офигенно. Жесть. Ну, давай смотри, давай смотреть на пургуиск. Воооо! Только колёса чё-то чёрным какие-то. Блин, ну ёб! Может, в настройках можно так вспомнить, может, там какие-то штуки нужно подключить, потому что вряд ли бы они такое пропустил. Знаешь, это, кстати, может быть как раз на релизе уже пофиксит. Ну блин, такую же милость. Это может как раз из тех вещей, которые первыми же патчами будут соправлять. Кстати, Колян, после выхода ТСВ, через... Ну блин. После выхода ТСВ 3-го, через 2 часа уже первый патч на 5y gov вышел. Сразу. То есть это мы какие-то баги еще пропустили? Да. Блин. Такой контент ушел. Там наверное поезда. Как этот видосик? Да ёпт! Как это? Ну ёпт! Ещё знаешь, чего не хватает звуку, когда вот скоростной проезжать, там рельс ещё кудят после него долго. Да, да, да. Или ты когда перед приближающим поездом есть там... И иногда... Вот раньше в ТСВ было. Кстати, в ТСВ было. Да, в ТСВ было. Да, в ТСВ было. Что-то не скучат, если они застают два там эти... Постоянно. Смотри, Валера, вот сейчас по левому борту это у нас не та линия, которую продлили как раз в ТСВ 3 маршрут. Нет, не она. А, ну она просто типа за кадру, за кадру. Вот которую продлили. тут и пригороды катаются. Мы тут на грузовом сейчас и поедем. Не шарю. третья часть и господ колес и равно офигенный смотрите даже вся 6 светит фарами раньше с нее так сильно светил ой стрел кто не по маршруту было это не сделали нормально смотри прям рельсу снегу но тут уже стекло фото из стеклоочиститель блин снегоочиститель нужен по секунду прилипает почему-то ну ладно я слышно зима реально гораздо круче стало а я не бар что это была горка колботки колян в бар 100 это была горка или нет а это барсту свободный маневр по барсту но ты понял да вот потом к чему я берем как раз на стрим сейчас берем но потом на час пока хон чуть пока дожди а давай кстати у меня смотри у меня идея есть а давай сейчас возьмем свободные маневры вот эти и попробуем заодно проверить расцепку ну вот как ты говоришь маневры толчками расцепку ну или просто расцепку на ходу проверить и можно попробовать сортирующую горку испытать ну давайте еще хотя по маршруту прокатимся посмотрим что на себя представляет давай какой-нибудь на 40 минут тут есть они как я понял они типа их разделили чтобы не за раз полностью проезжать карту вот типа 40 минут есть у меня по идее вот в трессе на этом маршруте был еще рейс типа ты там где-то четверть маршрута проезжаешь из подъездных путей вагоны собираешь мне вот интересно здесь есть такой или нет или ты на этом на c44 хочешь 44 хочу а давай проверим вот sd-40 давай просто сейчас посмотрим а тут не показывается ладно маневру барсту сборной из сам борди на диспле маневру по парку чё тут совсем скудно с этим sd-40 туда а тут есть что-нибудь на два часа тоже долгое чет как-то не особо маневры тоже по частям распилены мне кажется рейса тоже типа рисок не за раз полностью а нет рис рис это сразу сказал да короче все равно кахон в эпоху санта фея был лучше то есть блин в игре под музыку дождик пошел но типа в звук но по-моему все таки сейчас свет хороший но до ночи промыть для свои сделали и ночь стала ночнее и свет вот как раз тайна как раз хорошо что мы именно на американском маршруте как раз американцев же самые мощные хорошо будет но это вот как это выглядит освещение кайфом не кажется вот сейчас вот таки реально вот визуальная разница есть со вторым теслой ну кстати знаешь что а надо еще вот я вспомнил есть этот узкоколейка швейцарская а как она на строке будет новогодние сценарии проехаться нет типа интересно тоже посмотреть как они ночью будут выглядеть с новым освещением и с новой ночью и снег кстати тоже там будет из этой из под колес лететь новогодний сценарий сейчас в третьем теслой будет офигенно но выглядит кайфово как по мне ночь я говорю да выглядит очень классно да что там три бежит то в кабине да еб а в кабине три бежит я думал ты говорил у димы там что-то в кабине то что-то звенит и деле ты там типа бзык-бзык как это сковородка будто знаешь как вот видишь пласт карте польза типа ложка стаканчику звенит вот тоже самое тут что-то есть ты встань за пультом посмотри может там стакан сковородка ты тоже ты у нее что-то звенит что-то тут делаешь чё здесь хитаря ли хватит делать так пирожное такое тарталетка ты такая прикольная типа сельская дорога грунтовые по ней одна машинка едет буквально а должна этих на грунтовку здесь прикольно трансе вор 3 что человек ты 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 проснись проснись два два восемь ты спишь но из больше чем когда-то св-2 вышел во первых динамическую погоду добавили и мы ее уже испытали зиму гораздо лучше сделали теперь вот с нет летит из-под колес сделали новое нормальное небо сделали нормальные темные ночи и вроде бы свет поправили получше сделали ну и графенчик немножечко в целом подкрутили и главная как бы фишка что в тсв-3 маршруты в полтора в два раза длиннее чем были до этого в предыдущих частях а и учебный центра добавили ну как и районы на сейчас попробую пнуть вагона чуть-чуть видишь они не тормозят теперь катятся вот это слышу вот это клево потому что до этого в тсв-2 как бы отцепленные вагоны они приваривались к путям а вот тут вот что-то они как-то пробоговались они когда сцепляются богу из нож физика жить просчитывает да сейчас по-любому я сейчас хочу как сделать может быстрее час типа реверса случится как вот обычно мне бывает не даром говорят да поспешишь людей на смешать но хотя у нас а как сохранить а где сохранить поэтому подожди пишите а где сквозь к сохранить подожди а он не рвитом и крыльцом не было подожди я не успел увидеть назад полная карта а куда ты в опции откуда ты в опции вышел так разработчики сказали с хранение вернут когда их почить они просто тупо их убрали почему вагоны толкаются при при прицепке они же заморожены должны быть а вот тут теперь что-то особенное есть вагоны теперь можно вагоны теперь не замораживать сейчас попробуем последнюю вот последним вагоном поиздеваемся смотри баба что я говорил ты не будешь это делать да так мы сейчас это одновременно на горке проверим смотри вот вагон катится дальше войну и сейчас хоба полин оба полин ручники нему принять оба ручник принимаем их оба вагон останавливается причем мы зажали колесную пару и привет ползуны так эксперимент номер один вагон у нас этот давайте его затормозим на всякий случай пускай это будет у нас барьерная группа то блин до барьерная группа один вагон это конечно то еще извращение ну ладно у нас не так много вагонов чтоб на всякие там группы разбрасываться ими мы сейчас час на спуск идем так здесь вид здесь это выемка потому подбор кстати на сам спать граде такое по моему тоже было мы сейчас вагон пнем как раз показать то что они покатятся как колен они на пневматике то расторможенные я торможу только локомотивным тормозом а все понял просто нет я такой-то не а просто видишь мышь не знаем может быть все таки воздух то в тормозах по старому скрипту срабатывает 6 отцепляешься то они именно пневматика затормаживается автоматом а тут горочка их слабо пнул а я и думал что это надо было в парке делать потому что здесь они наоборот сейчас покатятся а сейчас проверим пока тисли обратно кстати ну да тоже верно они они когда вставят лишь они подпрыгивают типа встали а то есть когда докатываются они все-таки привариваются похоже на том сейчас эти же просто подтолкни сильнее мы сейчас чуть-чуть побольше вагонов возьмем из горочки да смотри ты можешь просто можешь два вагона вот под этим мостом оставить здесь как раз и вот это я не остальные просто сборочки спустите пускай я сейчас смотри самой верха горочки сейчас вагоны пущу но и мы чуть-чуть его по частям больше вспускать да вот сейчас вроде гор горки еще продолжается мы знаешь чуть-чуть разгонимся чтобы вагон пришел движение чтоб он не замер сразу и и посмотрим будет разгоняться или нет а если а если просто на горке его отцепить он не покатится сейчас проверим и то есть если я имею ввиду ну при этом стоять ну блин я остановился колянами с боем нас задержкой я просто ждал пока он растянется а теперь мы чуть-чуть до этого сказал что будешь его ускорять я поэтому простил а мы сейчас чуть-чуть его по ним остановочка но он вроде даже чуть разгоняется понять бы ускоряется но мы смотрим и со скорость 1 миль час пнули а тут смотри а тут наверно побыстрее вроде да вроде немножечко так полегоньку разгоняется когда горка не так пользуется не с той стороны быстрее пошел ну видно на горку не пускают поэтому чё нам еще то делать а эксперимент то ведь не закончим нес уж действительно он разогнался в горке ну-ка щас тюкнется поехали да с уж прикольно вот это они классно сделали вот ф вот этого прав тсв-2 не было и в тсв-2 первым тоже да бильярд вагонами ну что можно сказать в итоге на самом деле разница на выходе тсв-3 по сравнению со старыми частями и гораздо больше на самом деле чувствуется то есть это и в визуальном плане действительно заметно отличие то есть действительно поменяли свет действительно подкрутили графику действительно поменяли именно вот саму погоду само небо вот динамическая погода опять же совершенно вот как я несколько рассказал изменилась зима ночи стали ночнее свет наоборот мне кажется стал лучше вот локомотивов плюс мне очень понравился новый интерфейс вот мне кажется он гораздо удобнее приятнее опять же вот этот вот учебный центр это вообще полностью новая вещь и на самом деле как бы в ней много чего можно с ней поделать также вот не заявленная изначально разработчиками фишка что теперь у нас вагоны при отцепке сразу же к рельсам не привариваются а если мы их на ходу отцепляем то они еще куда-то покатятся и как бы даже если катящиеся вагоны в другие упрутся они сцепятся еще по инерции куда-то доедут это тоже очень классно то есть реально вот довольно приятные хорошие изменения ну естественно баги тоже есть и старые и новые как бы но этого никто и не отменял но в целом мне кажется как бы три с половиной dlc по цене полутора еще и вот действительно с хорошими такими изменениями мне кажется это достаточно хорошо поэтому в конечном итоге лично я третьей частью в общем-то доволен опять же что касается багов и косяков ну как были так и были кстати по поводу багов и приколов фейлов сейчас у вас на экране прямо можно нажать и уже посмотреть первый выпуск багов приколов фейлов с этого же стрима на этом все с вами были коляна и валера всем спасибо за внимание всем удачи всем пока